Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие памятники, как городище, курганы. Курганы и курганы-комплексы, как вы сказали, это действительно древние могилы, в основном кочевников, сарматов, скифов. То есть в то время, допустим, если мы говорим о Сарматах, это 6-5 века до нашей эры, западный Казахстан был как раз богат на историю и богат был именно тем, что наша территория и территория Южного Приурали была одним из таких колыбелей скифов, сарматов. Хорошо, но памятников архитектуры и истории в городе все-таки значительно меньше, которые находятся под охраной государства. И мы видим, в каком они состоянии. Если взять, например, областной Акимат, то это состояние идеальное, ремонт проводится периодически, даже каждый год. И все-таки не везде состояние оставляет желать лучшего. Скажите же, в каком состоянии находятся памятники архитектуры и истории, которые охраняют государство в городе? Ну, тут вопрос, я думаю, Роман, в том, что если у нас в городе 151 памятник архитектуры, то есть такое понятие права собственности. То есть те памятники архитектуры, которые находятся в государственной собственности и в собственности коммерческих структур, они всегда поддерживаются. Больной вопрос, это, конечно же, памятники, которые находятся в жилом фонде. Их порядка 25, то есть мы работаем над тем, с собственниками, чтобы они как бы занялись вопросом реставрации своего жилья. Есть даже памятники, которые никому не принадлежат, уже даже и такие? Ну, я так понял, вы говорите о памятнике, который на Чапаева 18 мы с вами вместе были. Да, действительно, это так. Дело в том, что сейчас там решается вопрос с правом собственности. Предыдущего хозяина не стал. И вот, когда кто-то войдет в право собственности, мы будем проводить работу над тем, чтобы он как раз таки занялся реставрацией, получается, собственной. Да, очень интересный объект. Я напомню, что на Чапаева 18 находится бывшая школа, в которой обучались люди еще в советские времена. Ну, очень такое здание интересное. Там снимался сериал «Куляж». Так что, я думаю, что если обратить внимание, коммерческим структурам можно сделать там очень хорошее здание, и оно будет такое историческое здание. Да, вы правильно говорите. Действительно, можно, допустим, мы будем проводить работу, чтобы вот, если есть заинтересованные бизнесмены, коммерческие структуры, чтобы они взяли в собственность и сделали действительно памятник отличный. Если его в порядок привести, он как бы будет и доход приносить, и памятник мы сохраним. Хорошо. Я напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня гость, руководитель инспекции по охране историко-культурно-наследия Западно-Казахстанской области. Талгаджу Супкали, вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии и задать интересующий вас вопрос. И скажите, мы сказали, что многие памятники нуждаются в реставрации, в уходе. Есть ли примеры, когда наши меценаты, бизнесмены брались все-таки за это дело, и такой положительный пример притворяли в жизнь, делали наш город лучше и сохраняли памятники? Такой положительный пример есть, конечно, к несчастью, небольшой, но есть такие люди, которые вкладывают собственные средства в историю для города. Это пример, я могу привести, это Красная мечеть, или по-другому называется Татарская мечеть. Вот депутат Ришат Хайрулин и общество, вот они вложили немало финансовых усилий в реставрацию этого объекта. То есть года два... Туда приезжал и президент Татарстана, я думаю, оценил. Да, да, да. То есть, как бы, такие положительные примеры есть. Потом есть еще один пример, это Евразийский союз ученых в лице директора этого фонда Голубева, которые занимаются как раз реставрацией памятников в основном в районах. Вот в поселке Калавертное есть церковь Рождества Христова. Вот усилиями этого Евразийского союза ученых она была отреставрирована лет пять назад. Вот. То есть есть, как бы, такие положительные примеры, которые мы стараемся популяризировать. Ну, хорошо, что вы назвали фамилии этих людей, потому что это примет для других наших бизнесменов. Памятников много, и если они захотят, то куда же им обратиться, как их все-таки сделать? Они должны обратиться к нам в Государственную инспекцию. У нас даже согласно закону об охране использования истории культуры наследия есть статья, где четко прописано, что закон не воспрещает, а даже поощряет, чтобы памятники истории и архитектуры были подшефными. То есть любой предприниматель, любой бизнесмен или просто человек, ратующий за город Уральск, может обратиться и взять подшефство, любой памятник и приводить его в порядок. Ну, а теперь давайте о той новости, которая в последнее время облетела многие средства массовой информации. Это то, что памятник Маншук-Маметовой могут демонтировать и площадь лишиться главной достопримечательности. Скажите, откуда пошли такие слухи, что действительно происходит и какой проект памятника Маншук-Маметовый разрабатывает, развести, кто это предложил, какие средства? Изначально хочу сказать, что в 2015 году мы будем праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Было поручение президента Республики Казахстан, чтобы проводить мероприятия, как раз-таки привороченные к этой дате. Идею памятника двум героям Советского Союза и Халка Хармана, то есть Алье Молдогулу, Маншук-Маметову и Хиоазу Доспанову было предложено ветеранами нашей области, которые хотели бы увидеть еще один памятник, посвященный этой тематике. Соответствующее общественное пожелание было услышано руководством области. Руководство области дало нам поручение. Согласно этому поручению мы привлекли к этой работе наших известных скульпторов, архитекторов. Также участвовали в этой работе из других городов, из Алматы, из Астаны. То есть такие работы проведены. На сегодняшний день отобраны три работы, которые мы повезем на согласование в Государственную комиссию по сооружениям. Скажите, как проходит вот это согласование? Как же все-таки определяется победитель, самый лучший проект, который все-таки превратился уже в памятник? Ну, Государственная комиссия, про которую я говорю, она состоит из порядка 20 человек, в которые входят известные в Республике Казахстан ученые, общественные деятели, самые главные скульпторы, художники, дизайнеры, на суд которых представляется модель памятника с эскизным проектом. То есть на один памятник должно претендовать не менее трех разных работ. То есть Государственная комиссия выбирает наиболее лучшую. Ну, я знаю, что насчет того, что переносить все-таки памятник Маншук-Паметове или оставить его на прежнем месте, развернулась дискуссия. Как вы считаете, правильным ли будет все-таки поставить на этой центральной площади совершенно новый памятник, который я, безусловно, будет, думаю, украшением? Или старый памятник все-таки ближе ветеранам войны и горожанам, и он должен сохранить свое место? Нет, я хочу сказать по поводу как раз вот этого резонанса, который получил вот эта новость о том, что памятник будет переноситься. Я хочу сказать, что это не совсем так. То есть это одно из предложений, есть и другие места. Как раз вот на такой площадке мы как раз слушаем общественное мнение, и потом будет решаться вопрос уже. Ну мы даже можем нашим телезрителям предложить поучаствовать в этой дискуссии, задать вопрос или высказать свое мнение, где же должен стать памятник, как раз вот сейчас он за моей спиной, памятник Маншук-Маметовой, известной нашей пулеметчице, героиней Советского Союза, которая погибла в боях за, в российском городе, в боях за нашу родину. И давайте все-таки не останавливаться на этой теме. Я знаю, что в проектах еще есть памятник, который в скором времени появится в нашем городе. Есть еще памятник Курман-Газы, великому композитору Идине Нурписовой, который является знаменитой кюши нашей землячкой. Где же он должен появиться, и есть ли тоже проекты уже памятника? Да, действительно такая работа проведена. То есть сейчас вот уже выбрано место, также ориентировочно это сквер возле торгового дома Атриум, на пересечении улиц Курман-Газы и Жубана-Молдогалиева. Давайте на минуточку я вас прерву, у нас есть телефонный звонок и сразу же продолжим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вот слушаю эту передачу, и меня просто поражает. Ну почему? Значит, у Маншук-Маметова есть и памятник, и площадь. Зачем мы все это переделать, когда есть много и героев Советского Союза, и других людей, которые участвовали в войне? Хорошо, спасибо за ваше мнение. Будем отвечать что-нибудь, телезрительницы, или оставим. Ну почему? Я, по-моему, уже высказался до этого, что площадь Маншук-Маметова – это одно из предложений. Это еще не истина во языцах, так скажем. Ну хорошо, спасибо за ваше предложение. Давайте все-таки про памятник Курман-Газы и Дини. В чем же его особенность? Почему все-таки придумано, чтобы эти два великих музыканта сошлись в едином архитектурном, скульптурном ансамбле? Ну мы все прекрасно знаем, что Курман-Газы и Дины – это учители и ученицы. Это действительно исторический факт. То есть много Курман-Газы, он очень много дал Дине как ученице. И они тоже близки для нашего региона. Да, это наши земляки, действительно наша гордость. И был такой действительно исторический факт, что когда-то, когда Курман-Газы услышал музыку Дины, он вручил ей дамбру с пожеланиями как раз-таки успехов и того, что она многого добьется. И вот наши архитекты, наши скульптора как раз хотели запечатлеть этот исторический момент в этой композиции. Ну я слышал, что Курман-Газы впервые встретил Дину, когда ей было 9 лет, и он следил за ее творчеством до 19 лет. То есть он постоянно приглашал ее на свои какие-то концерты, постоянно давал ей в руки дамбру, чтобы она исполняла его произведения, свои произведения. То есть это достойно внимания. Мне режиссеру подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Задавайте свой вопрос на частоту, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Я звоню по поводу площади Маншук-Маметова. Я слушала выступление Мазарбаева. Он говорил не переносить, не переномывать площади, улицы. А сейчас получается, у нас есть площадь Маншук-Маметова. Мы опять будем переносить, опять будем переномывать. Почему так происходит у нас в городе? Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Вот видите, что такое общественный резонанс. Когда люди видят, что меняется привычный ход вещей, сразу же есть противники. Ну, я еще раз говорю, что я ответил на этот вопрос. Потом я вообще хотел сказать, что это вообще инициатива, она именно, то есть одно из предложений, что там, это просто местные наши художники, дизайнеры просто со своей точки зрения показывали, как бы это выглядело со стороны, допустим, как бы это смотрелось. Поэтому еще раз повторяю, что все эти моменты будут учтены. И я считаю, что гражданам пока не стоит об этом тревожиться. Хорошо, спасибо. Давайте про следующий сквер поговорим. Это сквер в районе кинотеатра Казахстан. Сквер проходит реставрацию. Городские власти нашли деньги для того, чтобы его отреставрировать. Но я знаю, что есть, существует проект, чтобы этот сквер тоже украсила какая-то культурная, скульптурная композиция. Что же там должно появиться, есть ли ее эскизы, есть ли проект, что там будет. Да, действительно, Роман. С этой инициативой еще в 2013 году выступил общественный фонд имени Дин Мухаммеда Кунаева, который предложил в городе Уральске установить памятник или бюст Дин Мухаммеда Кунаева. Данная работа была проведена. На сегодняшний момент также все три работы готовы. Единственное, осталось согласовать их с этой государственной комиссией, о которой я выше говорил. И я считаю, что или в этом году, или в начале 2015 года бюст Дин Мухаммеда Кунаева будет стоять. Я напомню, что Дин Мухаммед Кунаев был все-таки главный партийный деятель перед тем, как Казахстан обрел свою независимость. Этот человек очень много, конечно, сделал для нашей страны. И поэтому, как нельзя кстати, будет такой памятник. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, что же волнует наших горожан. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Так, звонка у нас нет. И еще об одном объекте. В городе возводится еще один очень интересный объект. Это творческий центр имени Кадыра Мирзали. Этот человек тоже наш земляк, но очень много лет он отдал себя театральному искусству, сочинению стихов, поэм. И я знаю, что время подошло и отдать ему дань уважения, и выкавечить ее память. Как это будет сделано в Уральске? Да, действительно, Роман, сейчас, как вы выше озвучили, строится центр творчества имени Кадыра Мирзали. И вот была проведена работа, чтобы к открытию этого центра творчества поставить, уркавечить память действительно нашего великого земляка, писателя, поэта, философа Хадыра Мирзали. Эскизы готовы, и финансовая сторона сейчас уже решается. Поэтому мы считаем, что мы отдадим дань памяти этому человеку, этому великому человеку, и на следующий год памятник будет готов. То есть сейчас вот несколько работ есть у наших местных скульпторов. Это Ибрагим Айденов, Хаир Уразгалиев, Дмитрий Баймукашев. Также были представлены две работы вне города Уральска. Это известный скульптор в Казахстане Умирзак Шанов, город Алматы. Он также свою работу представил. Ну, я видел эти проекты, я понял, что художники подошли с чувством дела, и очень интересные, конечно, работы есть. Памятники сидя и стоя, то есть есть из чего выбрать. У нас есть телефонный звонок, телезрители хотят задать все-таки свой вопрос. Пожалуйста, вы в программе Часоту. Что вас волнует? Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня волнует то, что, как бы, вот есть такой проект. Хиваз Доспанова, Маншук Маметова и Алья Молдоголова, они, как бы, вместе. Да, да. Вот. Ну, как бы они друг друга не знали. Вот, может быть, у нас есть памятник Маншук Маметова. Хиваз Доспанова – это наши землячки. Ей надо отдельный памятник поставить, может быть, на фоне самолета. Ну, и Алья Молдоголова, ну, как бы, она Западного Казахстана, ей тоже отдельный памятник. Было бы несколько достопримечательностей для нашего города. Вот это было бы прекрасно. Да, скажите, откуда все-таки взялась идея объединить этих трех незнакомых девушек в единой скульптурной композиции? Чем это обосновывается? Это, Роман, я же говорил в начале нашего разговора, это было пожелание клуба «Фронтовичка» здесь, в Уральске. Они сделали такое предложение, чтобы именно этим трем девушкам, которые олицетворяют нашу область, которые отдали свои жизни за народ, за отчизну, чтобы они были увековечены именно в одной композиции. Но я считаю, что это символично. Почему бы нет? И идеи довольно хорошие. Поэтому я считаю, что такой памятник нужен. И я думаю, что все-таки стоит напомнить, что такого похожего, подобного памятника не существует нигде в стране. И поэтому Уральск станет первым городом, где появится вот такая скульптурная композиция. Давайте все-таки продолжим. Я знаю, что существует тоже проект, он очень дорогостоящий. Это создание музея под открытым небом в городище Жаик. Скажите, какова же судьба? Стоит ли там создавать музей? Стоит ли выделять огромные деньги? Будет ли интерес для туристов, для наших горожан побывать все-таки там и увидеть своими глазами? Да, есть такое предложение. Сейчас оно в работе. Ну, я считаю, Роман, что не только, и я думаю, что многие наши земляки так считают, что этот памятник под открытым небом нужен. Это мировая практика, когда археологический объект делается музеем-заповедником под открытым небом. То есть там будет целый комплекс задач решаться. Там будет и музей, будет и гостиничная инфраструктура, чтобы люди могли приезжать не только, допустим, с Казахстана, из-за рубежа. Это мировая практика, чтобы археологические объекты популяризировать. Везде так принято, и я считаю, что посещаемость будет хорошая. Но сейчас в данный момент вопрос финансирования решается, поэтому я думаю, что еще не раз мы об этом поговорим. Я знаю, еще одна тема, которой был прикован общественным интересам, это приватизация тех или иных объектов, которые входят в государственную собственность. Предложение было приватизировать городской парк культуры и отдыха, но по каким-то причинам его все-таки исключили из объекта приватизации, потому что это памятник все-таки и культуры, и архитектуры. Как считаете, насколько это правильно? Может быть, все-таки нужно было дать возможность бизнесменам привнести туда свои инвестиции, сделать этот парк все-таки еще лучше, еще краше? Или все-таки все нужно оставить как есть? Ну, Роман, я хочу сказать, что была проведена большая работа. То есть, действительно, изначально планировалось парк Кирова отдать частные руки. Но, учитывая все пожелания и то, что общественность предложила, было решено, что было вынесено ходатайство. То есть, большая работа была проведена, чтобы исключить. Будем надеяться, что парк от этого не ухудшит ни в коем случае свое состояние. Я знаю, что там бизнесмены и так активно работают. И давайте примем еще последний телефонный звоночек и будем заканчивать нашу программу. У нас телезритель очень хочет задать вопрос. Последний в этот раз. Давайте задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. 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 Я бы хотел задать вопрос, а есть ли какой-либо срок эксплуатации у памятников, которые именно для исторических личностей? Памятники историческим личностям. Есть ли у них какой-то срок эксплуатации после... Ну, как такового срока нет. Единственное, в советское время памятники делали, допустим, отливали из бронзы, из чугуна, из бетона. Но по последним положениям государственной комиссии, которые указаны в рекомендациях, там четко прописано. Памятники должны быть сделаны из долговечных материалов. Только из долговечных. Ну, самые старые памятники, например, из бронзы, это, наверное, они и даже несколько столетий насчитывают возраст. Да, в принципе, бронза это такой материал, который, если за ним ухаживать, во время соответствующую покраску делать, он будет вечно стоять. Поэтому, как таковых сроков эксплуатации не существует. Хорошо, время нашей программы неожиданно подошло к концу. Мы, я знаю, что не успели ответить на все вопросы телезрителей. Вы всегда можете позвонить на наш телеканал 2691-11, задать вопросы, которые мы обязательно передадим тому, кому вы хотите. Я благодарю руководителя государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области Талгат Ижусуп Калиев за то, что он на чистоту ответил на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Встретимся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok